Как сказали в Белом доме, Трамп действительно участвовал в написании заявления его сына о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой. В нем сын президента заверил, что на встрече речь шла о запрете на усыновление детей, а не о президентской кампании его отца. Это позже оказалось ложью. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что президент не составлял весь текст письма, а лишь дал несколько советов и внес несколько предложений. Никаких неточностей в заявлении не было, подчеркивают в администрации Трампа. О том, что Дональд Трамп сам надиктовал заявление для своего сына, написала два дня назад газета «Вашингтон пост». Через несколько дней после своего заявления сын Трампа признал, что согласился на встречу с Весельницкой, потому что юрист обещала компромат на Хилари Клинтон. Сенат США утвердил в должности нового директора ФБР Кристофера Рея. Этот пост оставался вакантным почти три месяца. В мае президент уволил с должности главы ФБР Джеймса Коми, как потом сказал Трамп, из-за расследования связи его штаба с Россией. Новый глава ФБР заявил сенаторам, что не будет противостоять любым попыткам президента оказать давление на ход расследований. Господину Рею был задан четкий вопрос, что он собирается делать, если кто-то попытается повлиять на эти расследования. Он сказал комитету, что не будет мириться с такими попытками манипулировать следствием, что он скорее подаст в отставку, чем попадет под чье-то сильное влияние. Послужной список господина Рея и его репутация не дают нам оснований сомневаться в нем. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения Вашингтона и Москвы остаются крайне напряженными. В эти выходные он встретится с Сергеем Лавровым. Это первая встреча после решения Москвы значительно сократить число сотрудников американской зип-миссии. Мы изучили ранее сферу наших общих интересов, и это терроризм. Мы остановились на театре военных действий в Сирии, как на проблеме, решение которой мы можем попытаться найти вместе. Мы воспринимаем исламское государство и другие террористические организации, как общую угрозу для наших стран. Поэтому мы должны уничтожать террористов совместными усилиями. Вице-президент Майк Пенс завершает турне по Восточной Европе. Вчера он прилетел в Черногорию, которая совсем недавно вступила в НАТО. На торжественном ужине Пенс говорил о мужестве страны перед лицом российской агрессии. В деле о попытке государственного переворота в Черногории в прошлом году следствие усмотрело российский след. Москва это отрицает. Ваша храбрость особенно перед лицом давления России является примером для всего мира. И я благодарю вас за это. В России прошло молитвенное стояние против фильма «Матильда». В Москве к храму Воскресения Христова пришло несколько сотен человек. Организатором акции выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Сама она помолиться и постоять не пришла. Фильм «Матильда» режиссер Алексея Учителя рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Православные активисты добиваются запреты выхода картины в прокат. Они говорят, что это оскорбление чувств верующих, потому что Николай II с недавних пор православный святой. Акции против «Матильды» прошли в нескольких российских городах. В Екатеринбурге мужчина вышел к храму на крови, который построили на месте гибели Николая II. Фильм «Православный активист» не видел. Корреспондент «Новой газеты» Али Фируза депортирует из России в Узбекистан. Такое решение принял суд в Москве. Журналист будет находиться под стражей. Фируза задержали вчера в центре российской столицы за нарушение миграционного законодательства. Редакции «Новой газеты» утверждают, что 8 лет назад журналист был вынужден покинуть Узбекистан, поскольку его пытались вербовать местные спецслужбы. 5 лет назад у него украли паспорт. По словам Фируза, вернуться на родину для восстановления документа он не мог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова